МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Екатерина Костенникова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Севастопольский арт-отель Украина приглашает на выставку карикатуры ироничного рисунка. В Севастопольской музыкальной школе номер 3 готовятся к празднованию 9 мая. Воспитанники учреждения репетируют песни военных лет, выбрав самые известные произведения о Великой Отечественной войне. Около 80 юных и опытных спортсменов боролись на первенстве и чемпионате Севастополя по скалолазнью. Участники состязались в дисциплине «Болдеринг». 3 апреля прошел субботник на территории зеленой зоны 5-й городской больницы Севастополя. Около сотни простых горожан вместе с чиновниками, депутатами и общественниками несколько часов убирали мусор из заросшего скверика, который, как оказалось, часто посещают не только мамочки с детьми, но и маргинальные элементы. Присоединившийся к мероприятию губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о планах благоустройства этой территории и близлежащей инфраструктуры. Зеленая зона перед детским комплексом хорошо знакома каждому севастопольцу. Многие ребятишки за руку со своими родителями ежедневно проходят здесь по покосившимся плитам к отштукатуренным стенам медучреждения. Однако сквер медицинского городка давно нуждается во внимании властей. На его удручающее состояние внимания губернатора Севастополя обратили местные жители во время его визита в ремонтирующийся родильный дом номер 2. После этого решено было провести здесь субботник, на котором к простым севастопольцам присоединились чиновники, депутаты, общественники, волонтеры и студенты. Как-то так получилось, что территория как-то без присмотра оказалась. И раньше Ленинский муниципалитет, у первого созыва, мы делали ежегодные такие субботники на территории детского комплекса. Если вы пройдете вниз, вы посмотрите, что мы еще тогда установили детские вот эти фигурки, к которым до сих пор подходят жители города, и детки радуются очень этому. Сегодня, к сожалению, мы обнаружили, что грязновато. Ну и решили почистить город, потому что стыдно в городе-герое иметь вот такие территории. Никакому городскому хозяйству сил и средств не хватит, чтобы сразу охватить вот эти все залежи и лежбища. А почему пришла? Ну, во-первых, в поликлинику через этот парк я со своими детьми ходила. И это свое, это родное. Поэтому, мне кажется, это здорово наводить порядок. Сегодня мы помогли очистить огромную свалку. Мы выгребли около 10 мешков мусора. И рады будем поучаствовать в таких же важных и значимых для нашего региона акциях. Несмотря на то, что по этой территории регулярно проходят ребятишки, мусор здесь совсем не детский. Это остатки пищи, бутылки из-под алкогольных напитков, пачки из-под сигареты и даже шприцы. По мнению главы города Михаила Развожаева, это свидетельствует о неблагоприятной криминогенной обстановке в этом месте, с которой предстоит разобраться правоохранителям. Городские же службы займутся благоустройством зеленой зоны. Здесь все приведем в порядок, уберем мусор, естественно. И сейчас будем делать в рамках в целом приведения в порядок пятой городской больницы, вот этого нашего детского больничного комплекса. Будем делать проект благоустройства, проводить в порядок. Сейчас есть две версии, как это будет происходить. Либо мы выделим часть территории и сделаем общегородским парком, и здесь передадим в парки скверы. Либо, если по нормативам эта территория должна быть в пределах больничных медицинских учреждений, значит, это останется больничным городком. Так или иначе, отметил Михаил Развожаев, после благоустройства территория останется доступной в дневное время для всех севастопольцев. Еще одна болевая точка этого микрорайона – дорожная ситуация, сложившаяся на улочках и проездах в районе проспекта генерала Острякова. В удручающем состоянии находится дорожное покрытие, а местным жителям явно не хватает мест для парковки. Там сейчас делается в текущем ремонте имеющиеся две полосы. Сейчас посмотрим с директором департамента, как все-таки чуть-чуть изменить проект и сделать третью полосу для парковки, потому что иначе мы не изменим здесь дорожную ситуацию. Пока работы идут, еще можно это поменять. Значит, после спустились там к гаражному кооперативу, конечно, там надо тоже вот вторую улицу с другой стороны, где у нас въезд будет под станцию скорой помощи, приводить в порядок, плюс вся вода там собирается вниз и идет вот вниз туда к школе и к балке. Кроме того, по мнению Михаила Развожаева, внизу улицы также не хватает завершенной системы ливневой канализации. Если исправить все эти недочеты, уверен глава города, транспортная обстановка в районе детского больничного комплекса улучшится. А после благоустройства зеленой зоны севастопольцы получат еще одну безопасную и комфортную территорию для отдыха. Екатерина Костейникова, Александр Устич, Севенфорумбюро. В Севастополе, в долине реки Бельбек, к завершающему этапу подходит экспедиция по расчистке 366-й зенитной батареи. Раскопки начались осенью прошлого года. В них участвовали поисковики, археологи и студенты. Форт противовоздушной обороны был построен еще до начала Второй мировой войны и предназначался для охраны 30-й бронебашенной батареи. В 1941 году эту позицию занимали красноармейцы, но в декабре ее удалось взять войскам вермахта. На территории батареи велись ожесточенные бои. Это видно по следам попадания тяжелых снарядов, орудия калибром до 420 мм. Стены укреплений сплошь побиты пулями, гильзы от которых до сих пор находятся здесь. Гильзы – это не единственная находка, сделанная экспедиторами. Нашли осколки части снарядов, были обнаружены именные вещи, в том числе трофейная подписанная ложка-вилка. Установлено еще 6 имен батарейцев и найдены останки троих человек. Однако, необходимо обследовать еще места вокруг. Сама батарея, тогда еще носившая номер 79, была построена в 1932-35 годах. Батарея была рассчитана на 4 орудия. Когда немцы заняли высоту, они достроили часть помещений. После войны планировку снова поменяли уже советские военнослужащие. В настоящий момент объект выглядит так – 7 орудийных двориков, 2 казармы-газоубежища, 2 погреба боеприпасов. Вот эта казарма-газоубежища номер 1, ее расчищали как раз ветераны войск ПВО, они тоже с нами работали. Интересно очень идет ливневка, канализация. Спущено несколько достаточно глубоких колодцев, которые соединяются между собой каналами. Ребята сумели пролезть в эти каналы, прочистить их. Нашлось очень много находок по Великой Отечественной войне. Во время штурма батарея подвергалась сильным арт-налетами. Наши зенитчики были вынуждены отступить. С собой успели унести только одно орудие из четырех. Из-за этого было решено расформировать 366-ю батарею. Тогда группа красноармейцев решила вернуть зенитки с позиции, занятой немцами. Они тайком прокрались на позиции батареи, ночью заперли немцев. Это была зима, выпал снег в подземных казармах, которые рядом с нами расположены. Смогли открутить детали оставшихся орудий, погрузить на салазки и увезти в Севастополь. Таким образом сохранилась в обороне Севастополя 366-я батарея, которую планировали расформировать. Большая часть археологических работ уже завершена. Теперь предстоит вывезти мусор, облагородить местность и установить информационные стенды. Возможные появления на территории памятника зенитчикам. Объект может стать очень интересным для посещения. Яна Витренюк, Юрий Иреутин, Севинформбюро. Севэлектроавтотранс имени Александра Сергеевича Крупадерова покупает пять новых пассажирских катеров. Поставка трех из них ожидается уже в этом году. Об этом сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Севастополя Павел Иена. Также он добавил, что выручка Севэлектроавтотранса выросла в два раза после получения полномочий на осуществление морских перевозок от Севастопольского морского порта. Порядка 80 тысяч рублей в сутки против 40, которые раньше давали три катера порта. Поэтому эффективность в разы, поэтому мы надеемся, что совсем по-другому теперь будет работать. Кроме того, на заседании правительства Севастополя чиновники утвердили передачу полномочий по ремонту пассажирских судов от Севастопольского морского порта Севэлектроавтотрансу для минимизации расходов. Севастополь представили на международной туристической выставке Интурмаркет 2021 в Москве. При поддержке правительства Севастополя был организован региональный стенд, представляющий туристические возможности города. Совместно с Центром развития туризма на Интурмаркет 2021 выступили более 10 представителей туриндустрии Севастополя – туроператоры, музеи, гостиницы, винзаводы. В рамках открытия выставки «Севастопольский стенд» посетила заместитель губернатора города Мария Литовка. Мы первый регион в России, который в прошлом году открыл свои двери для гостей. Уже 15 июня мы принимали гостей и об этом заранее всех оповестили. То есть мы смогли ситуацию первой волны достаточно быстро стабилизировать и смогли себе это позволить. На стенде гости ознакомились с туристическим потенциалом. Севастополя наложивали деловые контакты, смотрели презентационные видеоролики и получали информационные буклеты о туристических возможностях Севастополя. Еще один из проектов, который мы представим в этом году, его как раз открыли буквально на прошлых выходных, это веломаршрут Большой Севастопольской тропы. Это наша экологическая тропа. В прошлом году наш президент Владимир Владимирович Путин подарил книгу о нашем проекте, о Большой Севастопольской тропе Андрея Ременовича Галаусова «Свой день рождения». Для нас это такой очень значимый, весомый знак качества. В ходе работы выставки были подписаны соглашения о сотрудничестве Севастопольского центра развития туризма и региональных туристических центров из шести субъектов – Вологодской, Калужской, Кемеровской, Псковской, Ульяновской областей и Республики Дагестан. Внешний облик летних кафе и веранд в Севастополе будет согласовывать Департамент архитектуры и градостроительства правительства города. Их экстерьер должен соответствовать стилю городской архитектуры. Так как летние веранды относятся к нестационарным торговым объектам, они должны быть внесены на схему НТО города. Для этого ресторанам нужно будет обратиться в Департамент городского хозяйства. Перед заключением договора предприниматели должны подготовить дизайн-проект летних площадок кафе. Есть определенные нормативные требования технических регламентов. Допустим, ширина тротуара на такой-то категории дороги должна быть 2-3 метра в зависимости от категории дороги. Естественно, мы смотрим трафик, треугольник видимости. Каждое место индивидуальное, следовательно, подход индивидуальный. То есть мы смотрим по своей базе ИСОГД и наличие там сетей. Если там есть сети, то рекомендуем дополнительно согласовать с ресурсно-снабжающими организациями. Специалисты Департамента архитектуры и градостроительства будут обращать внимание в основном на внешний вид летних кафе, давать рекомендации по подбору мебели, цвета веранды и конструкций. У медицинского информационно-аналитического центра отняли право заниматься закупками. Теперь закупать лекарства, авиационные услуги для транспортировки экстренных больных, медицинское оборудование и программное обеспечение будет Севастопольский медицинский склад номер 143. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения Виталий Денисов на заседании правительства Севастополя в пятницу. А МИАЦ мы вообще? Из МИАЦа убираем все закупки вообще. Он будет заниматься только поддержкой информационной системы, да? Да, там остается у нас медицинская часть введения статистики, поддержка информационных технологий, сопровождение проектов и мониторинг строительства. 34 случая с заболеванием коронавируса зарегистрировали севастопольские врачи за последние сутки. Скончался пациент 59 лет. Как сообщает пресс-служба городского правительства, 29 человек выздоровели. Под наблюдением медиков остается 659 человек, контактировавших с заболевшими. Диагноз COVID-19 у них не подтвержден. В соседнем Крыму диагноз коронавирус за сутки поставили 81 человеку. Из них 11 заразившихся болеют без симптомов. 54 случая выявили при обращении за медицинской помощью, 26 среди контактировавших с инфицированными. Один заболевший коронавирусом вернулся из-за рубежа. Согласно информации на сайте регионального министерства здравоохранения, 6 пациентов умерли. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своих страницах в социальных сетях, 73 человека выписали из больниц после выздоровления. В Севастопольском государственном университете наградили победителей конкурса видеороликов среди студентов на тему повышения финансовой грамотности населения. Это первое в городе крупное мероприятие на подобную тему и к тому же организованное молодежью. Инициатива проведения такого конкурса исходила от самих студентов. Они самостоятельно создали портал «Фин Грам Сев». На суд жюри ребята презентовали 24 работы. Студентка третьего курса Екатерина Ульянова в конкурсе заняла третье место. К созданию видео подошла с юмором и опираясь на современные тренды. Ролик получился в стиле ТикТок. Мы с подругой решили снять что-то нестандартное типа ТикТок, чтобы это было смешно и весело. ТикТок не поддерживает видео больше минуты, поэтому у нас просто такое веселое классное видео. Так и сделано. Целый день снимали. Центр города. Большая морская, Лазарева, Ушакова. Все кафе вокруг этих улиц. Видеоролики проходили экспертизу в Центробанке. Их оценивали по нескольким критериям. Профессиональная составляющая, качество контекста и, конечно, нестандартность. Мы их оценивали и отмечаем достаточно высокое качество. Работы на разной тематике. От личных финансов, кончая кредитами, кибербезопасности, к противостоянию мошенничеству. Инициативу ребят в университете полностью поддержали и рады, что студенты поднимают важные социальные темы. Как не попасться на удочку мошенникам, научиться правильно распределять финансы и копить деньги. Сегодня это очень больная социальная проблема. Мы прекрасно понимаем, что, с одной стороны, финансовые все инструменты развиваются, но очень много людей страдает от финансовой неграмотности, становятся жертвами мошенников или своего иногда нерационального поведения. Кроме того, сенатор Российской Федерации от Севастополя Сергей Колбин также похвалил ребят за их видеоролики и отметил, что к нему обратилось более 20 молодежных организаций с предложениями о внесении поправок «Федеральный закон о молодежной политике». В последнее время, после того, как в нашем государстве появился новый федеральный закон о молодежной политике, в Севастополе необходимо тоже провести пересмотр того законодательного акта, который существовал у нас с 1993 года. Ко мне, как к субъекту законодательной инициативы, обратилось более 20 организаций молодежных со своими просьбами, предложениями. Это школа Олимпийского резерва, это центр постинтернатной адаптации. Студенты, победившие в конкурсе, смогут пройти практику в Центральном банке, где получат не только профессиональные навыки, но и, возможно, вдохновение для новых видеороликов. 1 апреля в День юмора и смеха в арт-отеле «Украина» открылась выставка карикатур и ироничного рисунка «Мировые художники». В ее экспозиции представлены работы преимущественно российских и советских мастеров. Жанр карикатуры в изобразительном искусстве всегда пользовался особенным успехом. На выставке, которую организовали члены Российской академии художеств, представлены графические работы, созданные в разные времена. Проект получил название «Мировые художники», поскольку, по мнению организаторов, язык карикатуры понятен жителю любой страны мира. Мировые – это классные художники, хорошие художники. Ну и мировые, которых знают во всем мире, которые там могут показать свои работы. И там любой человек посмотрит и узнает, увидит там какую-то проблему. Или он посмеется, или он порадуется, или задумается. На выставке представлены работы известных художников, таких как Игорь Смирнов, Эдуард Дробицкий, Сергей Айнуддинов. Отдельного внимания достойны рисунки Владимира Мочалова. В течение долгого времени он был главным художником известнейшего советского журнала «Крокодил». Я занимаюсь персонифицированной карикатурой. То есть объектом моего творчества являются люди известные, достигшие чего-то в жизни. Люди разных поколений, разных профессий. Там и артисты, и ученые, и спортсмены, и художники, и композиторы. Персонифицированная карикатура – другими словами, дружеский шарж. В юмористических изданиях таких печатали немало. На выставке «Мировые художники» они представлены в специальном разделе с работами советских карикатуристов. Дело в том, что карикатура и сейчас популярна, и всегда была популярна, во все времена. Особенно во времена застой, во времена, когда трудно было что-то выразить, свою мысль открыто. Конечно, она только была подпольная, так сказать, карикатура. Выставка карикатур и ироничного рисунка «Мировые художники» будет работать в арт-отеле «Украина» по адресу улица Гоголя-2 до 2 мая. Посетить ее может любой желающий совершенно бесплатно. Максим Давыдов, Дмитрий Фомин, Севинформбюро. Севастопольская музыкальная школа номер 3 готовится к празднованию 9 мая. Воспитанники учреждения репетируют песни военных лет, выбрав самые известные произведения о Великой Отечественной войне. Для маленьких музыкантов и их педагогов выступление на концерте, посвященном Дню Победы, ежегодная традиция. Стоит над горою Алеша, 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 стоит над горою Алеша, болгарь и русский солдат. Детский ансамбль репетирует советскую песню на стихи поэта Константина Ваншенкина и музыку композитора Эдуарда Калмановского. Грустный мотив бессмертного произведения становится еще трогательнее в исполнении хора детских голосов. Юноши готовятся к 76-й годовщине Великой Победы. Для воспитанников музыкальной школы номер 3 участие в праздновании 9 мая ежегодная традиция. Все наши воспитанники, которые обучаются в нашей школе, а их 257, они очень любят этот праздник. И поют, бывает иногда, вот правда, со слезами на глазах. Поэтому я с гордостью могу сказать, что для нас это праздник со слезами на глазах. Во время подготовки ко Дню Победы музыкальный коллектив примет участие во всероссийском флэшмобе «Голос весны». Уже составлен репертуар. Во всю идут репетиции. Мы готовимся к флэшмобу, который называется «Голос весны». Он посвящен 9 мая. И мы там будем петь песни военных лет. Задача флэшмоба – опубликовать видеозапись с исполнением песен военных лет в социальных сетях с хэштегом «Голос весны». Для молодых и талантливых воспитанников музыкальной школы это не составит большого труда. За плечами вокалистов – солидный опыт выступлений. Мы участвовали во многих мероприятиях. Мы иногда ездим куда-нибудь на концерты далеко. И, в общем, очень часто. Параллельно с репетициями ансамбля к 9 мая готовятся и другие воспитанники школы. Кто-то из ребят разучивает композицию на аккордеоне, а кто-то – пьесу на фортепиано. Мы в репертуаре держим произведения, которые выучили год назад, два года назад и постоянно пополняем репертуар. Поэтому мы поем такие произведения, как «День Победы» – это обязательное произведение. Поем балладу о солдате. Поем… Вот в этом году у нас репертуар пополнился Ян Фрэнкель «Журавли». Дети очень полюбили это произведение. Занятия в Севастопольской музыкальной школе номер 3 проходят во вторую смену. Воспитанники приходят на репетиции после занятий в основном общеобразовательном учреждении. Мне здесь нравятся. Самые любимые предметы, по моему мнению, это хор, ансамбль и музыкальная литература. Учителя здесь прекрасные, и мне кажется, что они все-таки смогут нас чему-нибудь здесь научить. Кто-то из маленьких музыкантов уже определился с тем, кем хочет стать, когда вырастет. А для кого-то музыкальная школа – одна из ступеней общего образования. Я учусь петь, знать ноты, хорошо играть на фортепиано. И в будущем хочу стать певицей. Я сначала пойду, наверное, учиться дальше, после музыкальной школы. Ну, потом как-нибудь разберусь. Занятия в музыкальной школе – это, конечно, труд. Но ведь территория рядом с небольшим зданием очень удобно благоустроена. И здесь, после уроков пения, можно весело проводить время на открытом воздухе с друзьями. Ведь маленькие музыканты, в первую очередь, остаются детьми. Николай Кузнецов, Александр Устич, Северный форум-бюро. С начала 2021 года автономные пожарные извещатели получили 16 социально незащищенных семей Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону. Очередные два прибора на безвозмездной основе были установлены в доме одной из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Кроме того, специалисты МЧС осмотрели домовладение на предмет соответствия его условий и требованиям пожарной безопасности, а также провели профилактические беседы с родителями и их детьми. Специалисты чрезвычайного ведомства также посетили еще одну семью, недавно лишившуюся своего имущества из-за пожара. Извещатели работают автономно, запитываются автономным источником электропитания, подают сигнал в случае задымления и информируют об этом жильцов дома. Оказанные извещатели помогут данной семье своевременно обнаружить, не дай бог, какое-нибудь возгорание и направить все действия в первую очередь на эвакуацию детей из дома и, конечно же, взрослых. Около 80 юных опытных севастопольских спортсменов боролись на первенстве и чемпионате города по скалолазанию. Соревнования прошли 3 апреля на базе спортивной школы номер 7. Участники состязались в дисциплине «Боудеринг». Это особый вид скалолазания. Спортсмену нужно взобраться на небольшую высоту, до 5 метров. Однако сложность трассы настолько высока, что не каждому удается покорить желаемую вершину. Соревнования по «Боудерингу» проходят на низких скалодромах. На первенстве и чемпионате Севастополя по скалолазанию для участников составили более десятка коротких, но труднопроходимых трасс. Именно такие подходят для проверки не только силы, но и интеллекта спортсменов. На прохождение одной дистанции дается пять попыток. Название этот вид скалолазания получил от английского слова «Боудер» – «Валун». Каждая трасса, каждый валун имеет свои сложные участки и зацепы. Соревнования по «Боудерингу» Очень у нас такой технически сложный вид, подготовка сложная. То есть все заново, каждый раз обновляется. Подготовщикам очень сложно. У нас замечательные подготовщики Левины, Павел и Елена. Они тестируют эти трассы, делают такие, чтобы они были на грани фола, чтобы не все пролезли, не все с первой попытки пролезли. «Боудеринг» – это проверка не только физической подготовки спортсмена, но и способности тактически мыслить. При прохождении трассы нужно думать на несколько шагов вперед. Хотя участники первенства совсем юные, но объединяет их любовь к горному экстриму. Вторую трассу там я прошел с первой попытки. Были трассы, которые я со второй попытки или с третьей. Некоторые трассы я вообще не пролез, потому что сложно было. Когда я узнал, что в субботу соревнования, я чуть с ума не сошел. Это, конечно, не первое соревнование и не второе. Но соревнования – это вещь, сначала ты волнуешься. Так как высота стенки не более трех метров, участники взбираются на вершину без страховки. Внизу находятся маты. Побеждает тот, кто пройдет больше трасс с наименьшим количеством попыток. Главная задача скалолаза – пройти тернистый путь и зафиксироваться на финишной зацепке – топе. Некоторые участники падают, так и не добравшись до заветной вершины. Но это еще больше мотивирует покорить упорную трассу. Среди таких девочек – Вера Кузнецова. Она занимается скалолазанием всего полгода. Эти соревнования по болдерингу – первые в спортивной карьере юной участницы. Какой ход сделать, как вообще схватить, чтобы не упасть. Это вообще очень сложно. Даже не сила, а именно умственная. И когда я еще хожу на соревнования, я всегда… С детства я любила ходить в походы и лазить по деревьям. Мне так нравилось вообще, и поэтому я выбрала скалолазание. Чемпионат и первенство Севастополя по скалолазанию открывают соревновательный сезон в этом году. Спортсменов отбирают в сборную города для участия во всероссийских состязаниях. Маргарита Борисенко, Дмитрий Лелека, Севинформбюро. И просто хорошие новости в субботу. Лесорубы из Кемеровской области спасли в тайге трех медвежат, оставшихся без мамы. Испуганные малышей ютились в берлоге. В течение трех дней мужчины вели наблюдение на случай, если мама просто ушла на охоту. Но за это время она так и не посетила своих чад. Вывезти их было невозможно. Дороги в тайге размыло. Пришлось 18 километров нести их в рюкзаках. Состояние животных удовлетворительное. Но со стороны ветеринарной службы все ветеринарные мероприятия будут проведены согласно графику и в полной мере. Сейчас медвежата уже окрепли. Съедают по 4,5 литра молока. Получили имена Потап, Маша и Анфиса. Теперь ими занимается департамент охраны объектов животного мира Кузбасса. Ищут им постоянное жилье. Рассматривается вариант отправить малышей в цирк или зоопарк. Выходил на приют. По медведям в Твери, по-моему, у нас расположено где-то. То есть они отказались. Цирки тоже отказываются. То есть желательно, конечно, в ближайшее время найти какую-то компетентную организацию профильную, которая занимается этими делами, и пристроить медвежат. И о погоде. По сообщению севастопольских синоптиков, в воскресенье облачно, днем дождь. Утром туман. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем до 10-12 градусов тепла. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 10 детей. 6 мальчиков и 4 девочки. На сегодня это все. Телефон редакции 59-00-60, а также мобильный плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова